Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и сегодня речь в этом ролике пойдет о новой карте Getaway. Частый вопрос, искай, что думаешь о новой карте. Давайте вам дам небольшой свой обзор. Итак, ровно неделю назад, неожиданно для всех, открылись публичные стресс-тесты карты Getaway. В принципе, позволило всему сообществу The Isle свободно исследовать будущее обновление, которое, я бы сказал, прошло бы под номером 7 и принесет нам будущим, ближайшим, новую карту. Да, прежде чем мы продолжим, обязательно прямо сейчас поставь пальчик вверх, подпишись на канал и нажми колокольчик. Это меня еще больше смотивирует снимать для вас ролики по The Isle и Врима. И огромное спасибо всем нашим спонсорам и финансовым донатерам на канале за вашу поддержку. Продолжим. Совершенно новая карта, о которой нам говорили уже год, и которая обещает стать значительно лучше по сравнению с ее предшественницей Isla Spira. Возможность быстро изучить даже небольшую ее часть вам не удастся. Карта, как и говорили, очень большая, и если взять в сравнение тот же кусок Isla Spira и сравнить с Getaway, то отчасти она составляет из 10 кусочков того отрывка Isla Spira. Да, 10 кусочков, на мой взгляд, скрепленных вместе. Getaway. Долгожданная карта, которую расхвалили игроки в сообществе, которая, как мне кажется, вдохнет в игру новый потенциал и даст игре еще больше жизни. В этом видео также пойдет речь только о карте, так что о новых динозаврах я говорить не буду. Да, по моему личному мнению, на самом деле, я бы даже сказал, что у нее есть потенциал стать лучшей картой, которую когда-либо имел The Isle после более чем, если мне не изменяет память, 10 карт. Как мне кажется, здесь мы видим значительное улучшение в дизайне уровней по сравнению со старыми картами The Isla. Но давайте немного поговорим о специфике. Одна вещь, которая очень быстро станет очевидной, это то, насколько более открытые биомы. Это классно, здорово, но есть и явная проблема, как и в старых картах. Долгое время наблюдалось чрезвычайно изобилие растительности. Буквально океаны деревьев покрывали почти весь остров. И, кроме того, сами джунгли были настолько густыми, что вы не могли бежать вперед более 5 секунд, не будучи остановленными. Вы все время куда-то втыкались. Также есть здесь и достаточно много уступов или резких каньонов в густых лесах, где вы тут же можете совершить падение со скалы, которую вы не могли видеть через растительность в Гэтуэй. Но скажу, так это нормально. Такая среда имеет свое место, особенно в контексте этой карты, поскольку это тропический остров. Но скажу, так у вас все равно есть некоторые области, где вы можете что-то увидеть, но чаще всего они значительно более просторны, чем раньше. И самое главное, стало намного меньше препятствий, которые могут помешать нашему движению. Скрытые скалы, в которые ты мог неожиданно воткнуться, камни. Также отчасти радует искусственный интеллект на карте. Боты, правда, пока черт пойми, как работают. Но я думаю, тот же Омарок их исправит. Сами знаете, что происходит, не буду в подробности вдаваться. Погодные условия, созданные как визуально, так и на слух, очень даже хорошо. Спокойный и расслабляющий звук дождя с грозами действительно усиливает атмосферу во время игры, добавляет реализма. Что помогает нам еще больше погрузиться в игру. Туман, особенно утром, имеет, как мне кажется, правильную плотность. Поэтому его видно, и он в некоторой степени ухудшает зрение, но он держится на определенном расстоянии от игрока. Что позволяет нам все еще видеть. Но в то же время это значительно уменьшает наш диапазон зрения. Но не слишком сильно, чтобы это раздражало, так сказать. Эта часть может быть немного более субъективной, чем другие. Но я считаю, что они нашли хороший баланс между эстетикой и практичностью. Наряду со всем этим также появилась новая механика миграции. Новая эксклюзивная функция для травоядных и хищников. Основная цель которой – направлять игроков в определенные места и способствовать более непрерывному перемещению игроков по карте. Идея, лежащая в основе этого, честно говоря, довольно приличная. Про миграции, кстати, я рассказал в прошлом ролике. Так что, кому интересно, чекайте наши плейлисты, гайды и новости. Также на карте огромное количество дорог, мостов, человеческих постройок и куполов. Различных тоннелей, вышек, ангаров и даже вертолетная площадка. Как мне показалось, что на карте есть еще, честно, на мой взгляд, довольно и уродливые биомы. Такие, как пляж и океаны. Но тут, скорее всего, это незавершенная часть. Мы много слышали о этих биомах и как будут выглядеть океаны в игре. То есть, среда в них. Говоря о человеческих структурах. Купола. Они настолько огромны. Эти биодомы не только служат довольно надежным ориентиром на карте, но и достаточно велики, чтобы содержать внутри себя будущее интерьера, ангары и комнаты для людей в игре, наемников. К сожалению, на данный момент они полностью закрыты и войти в их помещение нельзя. Но, повторюсь, они помогают игрокам легче ориентироваться по карте и придает эпичность окружающему ландшафту. Помимо того, я также заметил, что здесь намного, знаете, больше плоской местности по сравнению с Исласпиро. Частые открытые поля, большие и маленькие. И много плоских участков. Контраст достаточно приятен. Мой глаз радуется. Также, эта карта дает, мне знаете, некоторые атмосферы с В3, что ли, если честно. Конечно, все, что я сказал, это не значит, что карта идеальна. Все карты в любой игре имеют какие-то недостатки. И Getaway не исключение. Некоторые биомы все еще не все так уж уникальные, я бы сказал. На карте по-прежнему присутствует много одной и той же цветовой палитры. Помимо некоторых других мелких проблем, баги, провалы и прочее. Заострять внимание я не буду сейчас. Надеюсь, исправят. Но в целом, в целом, это огромный шаг вперед и огромное улучшение. И это то, на чем сейчас следует сосредоточиться. Имейте в виду, что это были, друзья, только мои первоначальные впечатления от карты. Но из того, в принципе, что я испытываю от Getaway, Getaway сама довольно очень хороша. Моих ожиданий она, в принципе, оправдала. Ну, а теперь я попрошу написать тебя в комментариях и ответить на вопросы. Если ты до конца досмотрел это видео, то молодец. Каковы были ваши впечатления от новой карты Getaway? Как вы думаете, это сделает игру более приятной? В общем, пальчик вверх, подписка на канал, все дела, колокольчик. Не будь жмотом. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima. Субтитры сделал DimaTorzok